Здравствуйте, Украина, город Кривой Рог. Вы смотрели первую и вторую часть. Во второй части мы писали заявление на патрульную полицию, чтобы они скасывали эту постановку. Прошло восемь дней, они нам звонят и кажут, приезжайте, ответ сделан. Приезжаем мы получать. Вы же поняли. Это третья часть, что мы приехали получить. И еще в суд мы не поддавали, потому что мы только получали. Я вам все покажу, как в суд мы ходили, что мы там поддавали. Так вот, вот этот вот вышел небритый. Вы слышали, что я задал вопрос, где висновок? Его нема. Нема его того висновка. И вы там почуете, что он же сказал, что он отдал его в канцелярию. А из канцелярии мне сказали, что он не давал. Внимательно слушайте, пожалуйста. И вам это пригодится. Смотрите еще четвертую часть. В полиции я вам сложу все до кучи. Кто что говорил, как они брешут. То есть одно сказал, то и одно сказал. Я буду это брать, сюда влаживать, что это и каждое одно, то и другое. Сопоставить, как они брешут, прямо в глаза смотрят. Это, вот эта американская структура, которая набрала дебилов, в Украине набрала. И ваны выслуживаются этой американской структуре. Так вот, чтобы вы понимали, почему тут ваны заранее это все делствует. Вы же посмотрите. Десятилетия мы говорили, что будут потопы, будут землетрясения. Куда им деваться? Они приедут сюда, в Украину. Потому что такие дебилы очищают им территорию, на которой живут. Вы понимаете теперь? Ваны сюда приедут, заберут у вас земли, селяны. Вы поняли? Вы пришли работать, патрульные полиции везде, свои земли вы им отдали. Когда они их заберут, эти земли, они вас выкинут оттуда. они вас умножат на ноль. Пожалуйста, внимательно смотрите. Добрый день. Дмитро Стукаленко? Нет. А нам надо Дмитро. Зараз скажу. Добрый день. Добрый день. Дмитро Стукаленко? Да, да. Здесь мы вас ждем в холме, при входе в патрульную полицию. Вы могли бы спуститься? Вы тут сделали, значит, ответ по административным, и решения вы тут писали. Хочем с вами поспілкуваться. Будь ласка, выйдите. Да, дякую. Дай мне сюда ручку. Я тебе. Телефон, да. Сама ты еще получаешь. Никаких автажей вообще не знаю, что тут вообще за параса была такая интересная. Видишь, его тут подписи немало. Хай нам пояснение даст. Добрый день. Здравствуйте. Кто вы будете сказать, пожалуйста? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, полиции, старшафтной полиции, патрульной полиции. Да, до вас запитание. До вас запитание. Слухаю вас. Вы вообще, кто это вообще изучал? Давайте я же подгляну, что написано. Я же не знаю, по что вы скажете. Кто это вообще изучал? Вы утверждаете, что вы конкретно вот это готовили? Да. А где ваша подписка, что вы готовили? Тут нет. Ну, это же не думаю. Хорошо, это где? Да. Никифорова тоже подписи нет, это два. Вы утверждаете, что это вы готовили. Ну, тут написано, что это готовил Никифоров. Так что вы тогда берете нас? Дивите, читаю. Подождите. Я командир полку такого-то, такого-то, патрульной полиции Днепровской области. Значит, это майор полиции Алексей Никифоров. Вы разглянули. Звернули. Так кто же тогда разглядал? Никифоров или вы? Ну, есть руководитель, который рассматривает. Хорошо. Потом пойдет к руководству, к руководству, к руководству, если он... Так кто сейчас ответственность несет? Никифоров, или вы что готовили? Если сейчас мы скасуем его в суде, на кого подавать в суд? На Никифоров, или на вас? Это ваше право. Хорошо, где выяснилось? Вот это все, что вы делали, этого решения. У вас должен быть выяснилось. Что вы не даете выяснилось? Запитайте в канцелярию. Все, что мне потребуется, я... В канцелярии? Да. Вон там есть, это выяснилось. Вам дается ответ. Вы меня слышите, что я говорю? А я вы слышите, что я говорю? Нам потребен выяснилось. А то, что вы мне даете, это меня не колишет. Ну, если вы не понимаете... Нет, вы не поняли. То, как вы готовили ответ, у вас должен быть выяснилось. А что вам там, всем вы не позволяете? А я вам сейчас расскажу. Вот когда вы мне сейчас выяснилось, я его почитаю. На основании чего вы все это делали? Вот, вы мне там должны написать об этом. Так вы мне сейчас объясните. Вот этот автомобиль, 3,5 тонны важен? Или 1700? Меньше. А что вы берете, что ему это... А вы читали, что написано? Нет. Вы мне покажите... Нет, смотрите, речь идет о чем. Сейчас речь идет о том, что вы нам сейчас покажете выяснилку, на что вы сослали. А я не хочу думать. А если вы не хотите... А давайте выяснилось, что вы не расставите. Я вам сейчас войну объявляю. Вы поняли, или нет? Ну, я зрозумію. Вы поняли, вы курили? Вы мне скажите, где вы папку делаете, папку протоколировали. Что вы тут вообще делаете? Я вам не говорю. Что вы тут делаете? У вас документация есть, что вы тут делаете? В здании, госавтоинспекции города Криворова. Пишите, свернение, забытое. А вы что, вы все гоните? Вы украли наше здание, в нашем регионе. Мы это кто? Кто? Ну, я не знаю, кто вы вообще. У вас есть посвящение? Я украл. Да, покажите мне документ. Да. Что это за документ? Стук Каленко, Дмитрий Сергеевич. Что это за документ? Внутреннего передвижения вашего. Ну, это ваша особо структура. Вы внутри передвигаетесь с этим документом. В чем суть вашего вопроса? Я же говорю, мне надо висновок. Ну, все, что вам дали ответ, это все и есть. Висновок надо. Если вам еще что-то нужно, пишите свернение. Да, не надо мне висновок. Я должен судить вашу постанову. Почему вы? Вам же написали, чтобы постанова была, значит, нарушена. Верховного суда. Значит, смотрите. В чем нарушена? А я говорю, сейчас выясните, что я скажу. Висновок сейчас мне. Давайте мне сейчас, девчина, не все сюда висновок. По суті. Я же говорю, висновок надо. Ну, вы же его еще делали, или нет висновок? Я вам делал ответ. Да, мне висновок надо. Его нет, а я же вы делали. На что же вы ссылались? На закон Украины. На какой закон висновок должен быть? После каких закон? Висновок должен быть. Вы же не понимаете, или что? А вы понимаете? Я ему скажу одно. Я вам скажу. Как вы могли писать? Откуда вы с ним взяли вот это? Вы взяли просто так написали. Сейчас вы должны выяснить. Вы можете с ней погодитесь. Вы же не понимаете? Сколько у меня сейчас дней должно быть, чтобы я в суд пішел? Суть бумаги. Это до меня выяснить? Я же не суд. Вы же тут указали, или нет? Что если мы не согласны, вы тут должны были написать. Вы изданку везде. Значит, вы в течение пяти дней, или десяти дней должны пить в суд. Вы дали отриманную ответ. Вы ее сегодня отримали? Кто вам сказал, что мы? Судя из того, что она у вас есть на руках, значит, вы ее не понимаете. Сколько дней? Сколько дней должно быть? Послушайте, я вас не на испытывание. Сколько? Так почему вы это с вами? Вы что, законов не знаете? Я не суд. Вы дали мне апелляцию. Так вы же должны были написать, что в течение десяти дней. Десять дней, сударно. А, напишите тогда, напишите. Если у вас на что-то не влаштовывают, вы можете уснуть снять. Что у меня не влаштовывают, что вы тут стоите, ничего не знаете. Вы напишите, пожалуйста, что в течение. Сколько дней мы должны тут подать. Главное, что здесь написано, главное на выбор. Где здесь написано? Ну, это ваша особенная думка. Я что, дебил или что? Я вам еще говорю, что тут нет. Суть порушения, вы читали взагалі? А я же, ну, сколько эта машина влашает? Какой век машины? Причем тут век? Потому что там в законе Украины продолжение рух прописано. Срок эксплуатации, который до двух лет. Если автомобиль двухтисячного года выпуска, сколько ему уже лет? Он меньше двух лет. Покажите мне эту думалу. Покажите мне эту думалу. Вот это, что вы сейчас ссылаетесь на это. У нас есть певные базы. Покажите мне ее. Подождите, это у вас. У вас доказы есть? Доказы? У вас доказы есть, что вы сейчас скажете? Я вам отвечаю, вы меня не слушаете. Как я могу отвечать? Что я должен слушать? Я должен видеть его. Я вам не верю. Тетя Клара на рынке. Я же не принесу. Это самое, что тетя Клара на рынке селедкой торгует. Это одинаково. Про что мы спорим? Я же говорю, висновок надо. И должно быть висновку написано. Доказы должны быть. Вы можете написать. Звернение? Причем тут звернение? 19-та статья. Обращение граждан. Что там написано? В устной форме или в письмовой форме? Так я думаю, что обращаются в устной форме. Сейчас берите бланк. В устной форме. Вы меня слышите? Берете. А я вам о чем говорю. 40-та статья Конституции. Правильно. Есть закон о обращении граждан. Что там написано? 19-та статья. Громадянин мает право звертаться в устной форме или в письмове. Сейчас мы вас звертаем. В устной форме берете бланк. Устной форме. Карточку регистрируете. Фамилея, имя, общество. У нас есть канцелярия. Вона регистрирует ваше звернение. Опять. Давайте сюда канцелярию. Хорошо. Понятно. Лохотронку. Ложки. Ты понял? Гонят и все. Ты ему давай выходи на вас. Он меня опять что-то трет. Вот эти морды не быть. Скажи, вот эта парня сюда приехала. У нас кривой рука. И тут стоит, что что-то гонит. Та раньше мусора, чтобы ты, блядь, сука, не побрился. А ты бы голову уже поторвали. Он же не митый, не бритый. Понимаешь? Смотри на него. Хлопцы, давайте сюда канцелярию. Пожалуйста. Ну, я же не знаю, как вас звать. У вас же ж написана какая-то полиция. Должно быть имя, отчество, фамилия. То я буду обращаться. Там Вася, Гриша, тетя Люда. Зовите, будь ласка, сюда канцелярию. Да, дякую. Давайте, давайте. Время. И деньги несите сюда. 600 гривен за то, что я сюда до вас пришел. Как психолог. Чекай. Да. Зиму, конечно, одна, и не тебе стоит, дебил. Ладно. Хай выходит отсюда, девчина. Девочки тут, конечно, уже ни при чем. Но такие лохи тут. Для улучшения Вашей видимости на YouTube-канале Принимаем помощь Хоть маленькую копейку Реквизит в описании под видео.